приветствую вас дамы и господа в этом видео поговорим с вами про ранговые бои на шестых уровнях расскажу свое мнение что мне понравилось что не понравилось чтобы я изменил и каким образом и так во первых понятное дело больше всего нравится на шестерках это экономика она не так сильно бьет по карману приятнее после боя осознавать что ты не ушел в большой минус но также из этого вытекает лично для меня и минус мне лично на шестерках не так интересно играть как на высоких уровнях хотя бы с 8 уровня и выше поскольку для меня здесь как-то очень просто и имплей скатывается в однообразие ну по моим ощущениям это конечно весело бодро и задорно играть в эти быстренькие бои на шестерках но это быстро надоедает лично мне а вот на высоких левелах не так скучно лично мне но это мое мнение свое можете написать в комментариях также с одной стороны очень быстро они проходятся они не напрягают 3 дивизион чека между ними там по 6 рангов между которыми по 3 шеврончика все очень быстро проходится не напрягает вообще никак но с другой стороны нет какой-то масштабности и ощущение что ты это прошел и прям чего-то достиг ну и наградки конечно для кого-то интересные для кого-то так себе но за такое короткое мероприятие думаю что награды нормальные вот если бы это был прям какой-то масштабный большой сезон с крутыми большими наградами это было бы конечно поинтереснее пока это больше похоже на пробник ну и наконец я оставил самый большой минус этого режима это шевроны сколько лет ранговые бои у нас делают делают и все никак не доделают эти шевроны то так начисляются то всяк никак их не допилят то там на первых местах больше шеврончиков дают то столько же шеврончиков дают то их тяжелее потерять то легче вот и в этот раз казалось бы вся победившая команда получает шеврон все очень просто и понятно но с другой стороны из-за этого появились люди которые не стараются играть на победу на команду они просто по центру поехали что-то там поделали быстро сдохли поехали в следующий бой кто-то там за них дотащит они получат шеврон зато они уже в следующем бою сделали то же самое и поехали снова опять дальше пока статист дольше играет за них потеет и пытается им привести шеврон потому что он и себе хочет но и так уж получилось что они в одной упряжке потеет больше всех один а получают все поровну на мой взгляд это неправильно и поощрение игроков которые просто специально быстро сливаются также в поражении если ты не дотащил бой почти всю команду там по переубивал куча опыта фрагов урона всего 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 но ты за это ничего не получаешь вот допустим у тебя вся команда сырала плохо ты сыграл супер отлично почти дотащил и все равно ничего и только если ты в проигравшей команде сыграл хуже всех или почти хуже всех последние два места теряет шеврон только они теряют но это надо мало того что проиграть так еще и сыграть очень плохо это очень сильно поощряет чтобы просто ехать прямо сливаться поскольку очень сложно потерять шевроны но есть проблема и в старой схеме когда на первых местах кто лучше всех сыграл казалось бы дают дополнительные шевроны какие из этого вытекают минусы вот допустим в проигравшей команде челики на первых местах там не важно сколько и будет там 1 2 3 не суть важно они получат больше шевронов там допустим один остальных проигравшей команде не получат не потеряют ну и последние потеряют это понятно типа хочется поощрить тех тусара лучше но это поощряет людей которые на базе становятся сидят в кусту и просто кемперят в надежде что они чуть лучше сыграют чем остальные поехали слились тем самым они свою команду подставляют и уже являются теми кто помогает своей команде сыграть хуже поскольку они мне помогают по крайней мере в начальных каких-то врывах въездах и в первых заниманиях каких-то агрессивных важных позиций они бросают тем самым делают свою команду слабее но и ждут пока не там по сливается чтобы самим что-то с кемпы настрелять таких раньше была целая куча они подставляли свою команду и пытались в поражении получить свой один там шеврон какой-то это было очень неприятно и всех бесило понятное дело то есть и старая схема имеет косяки и новая схема тоже поощряет другие косяки я подумал подумал и вот что придумал вот если у нас все на опыте завязано почему просто первое место или первые два места получают дополнительные шевронов в победившей команде или просто хотя бы один шеврон получают в проигравшей команде а если они тоже плохо сыграли вот допустим проигравшая команда сыграла плохо вся но первые по опыту кто плохо сыграл тоже вот просто вся команда отвратительно сыграла они почему-то получат шеврон вот представьте себе картину вот ранги на шестерках проигравшая команда в десятером сыграла с нулем но в 1 врезались вот соперник в него врезался и у него чуть-чуть урона копнула хотя он просто отыграл как ну камень и у него чуть-чуть опыта появилась он занимает первое место ему дадут шеврон если мы будем начислять шевроны по схеме что те кто сыграл лучше им надо дополнительно наградить их шевронами но это же не справедливо сыграли плохо все или допустим в победившей команде вся команда более-менее отыграла равно но кто-то чуть-чуть там на пару единиц опыта больше получил и что ему надо дать 2 шеврона да они почти одинаково отыграли и здесь на мой взгляд если посмотреть результаты боя то видно кому надо давать один шеврон кому 2 шеврона а кому может и минус 0 вот если на мои бои посмотреть в победившей команде я чаще всего на первых местах получаю опыт 1000 плюс иногда даже бывало 1500 если я там прям всю команду изничтожила моя команда ничего не делала если я там один в одиночку как рэмбо всю вражескую команду положил или в поражение если посмотреть если более-менее хорошо отыграл в поражении но занял первое место это примерно 500 опыта если я прям изничтожил как рэмбо опять же всю команду врагов но проиграл я получаю примерно 800 опыта плюс минус то есть вот за такие параметры мне кажется примерно можно давать в проигравшей команде один шеврон в победившей 2 то есть где-то там в победившей команде 1000 или 1100 1200 плюс опыта это 2 шеврона в проигравшей 500 600 плюс опыта это один шеврон в то же время люди которые в победившей команде заняли последние места и у них опыта меньше 200 или меньше 300 я считаю им нужно минусовать шевроны поскольку они просто сделали две тычки и сдохли а некоторые вообще с нулем бы умирали но здесь опять же нужно рассчитывать насколько жестко или легко мы хотим давать шевроны если мы хотим прям по жести чтобы было супер сложно то эти циферки поднимаем если хотим попроще опускаем те кто посередине между этими значениями они просто не теряют не получают в проигравшей команде в победившей получают плюс 1 ну короче вы поняли схему мою то есть мы просто планками отгораживаем каждый шеврон 2 шеврона там в победившей команде 1000 плюс опыта один шеврон там 700 800 опыта плюс к примеру смотря насколько жестко мы хотим сделать ранговые бои сложные или простые ну и кто-то там внизу у кого опыта меньше 200 или 300 им минусуем и в проигравшей команде примерно то же самое только цифры другие потому что в проигравшей команде мало опыта что из этого следует какие болячки это может победить на мой взгляд во первых не будет поощряться куста сидение которое бесит некоторых поскольку сидя в кусту стреляя по чужому засвету ты делишься опытом с тем кто тебе светил ты меньше получаешь меньше получать не хочется потому что шевроны если будут давать за опыт хочется получать больше поощряется активная игра от скилла и так далее режим бы же у нас про скил или про что но если ты в кусту отсидишь идеально и настреляешь много ты конечно все равно опыт получишь поэтому здесь если ты правильно грамотно от кимпы отыграешь тоже ты свое получишь то есть будет поощряться за опыт все будет начисляться правильно также еще не будет поощряться вот эти вот пустые бои где просто захватом выиграла команда и люди почти не стрелялись иногда бывают такие бои что куда-то там одна команда вся целиком поехала в одну сторону другая в другую захватили базу между собой не стрелялись такой чисто мирный бой но и в этом мирном бою все так дружно минуснули себе шевроны потому что за просто брать базу без стрельбы без подсветить там без чего-то там фраги поделать ты не получил опыта поэтому люди начнут думать что а просто брать базу это какая-то фигня поехали постреляемся я может конечно переоцениваю некоторых игроков может они так и будут брать базу но возможно какие-то сдвиги будут на мой взгляд это какая-то более менее адекватная система которая здраво может начислять шевроны да она сложнее ее нужно просчитать подумать от каких значений опыта давать шевроны минусовать и так далее но она хотя бы выглядит справедливо напишите свое мнение в комментариях как вы считаете а на этом у меня все с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока удачи